каждому из нас вот а возможно и тем мы еще это видео еще записываем возможно что-то посмотрит наш сюжет вот и не тоже какие-то выводы для себя сделает вообще там он или не там сейчас слово андрей пожалуйста мы вас слушаем да добрый день вы знаете мне вот понравилось ваше такое как бы вступление по айкидо и вы сказали что это некоторые думают об энергии да что она как-то может там каким-то образом быть больше меньше какие-то ходят мифы но я вот как раз когда начал со своими изделиями в том направлении которое я изобрел и выделил на кисинский рынок стал подружить со спартом да я сначала это реализовывал и предлагал как реализационное средство да но внутри у меня все-таки было понимание что вот мои изделия они должны и влияют на физическую и психологическую даже я предполагал на форму спортсмена о чем идет речь речь идет о медицинских эластичных бандажах которые я изобрел но я изобрел не саму форму бандажей а полотно из которой они вывязываются они могут там задержать ее блюжью шерсть или шестер бака то есть это как бы разные цели воздействия на кожный покров и на значит мышечные тяни но для спортсмена как бы вот я использую я использую шерсть сейчас я не буду ходить мало времени вот почему это так и вы знаете я начинал как бы подружить и как бы и со сборной национальной по самбо и с олимпийской тоже с национальной сборной по спортивной гимнастике с францисским союзом от боевых искусств вот, кстати, вы говорите про Сигла, да, то есть это очень, ну, знаете, это наш герой, да, я бы так сказал, это наш герой такой положительный, который в 90-е годы, ну, он нас вдохновлял, да, то есть как бы там все вышло и драки вроде, и какие-то такие сюжеты, но, ну, вот так он был поставлен на роль, и он сам себе такой человек вот именно с утренним, я думаю, миром, да, как бы у него был, потому что я считаю, что мастер это не тот, кто умеет очень хорошо драться, да, а мастер который, в первую очередь, селется внутри психологически, да, то есть он может воздействовать и на себя, и на своих учеников, а это, я считаю, одно из этих основных, и вот в нем была такая, какая-то, значит, ну, харизма, которая вот она и, так сказать, притягивала к себе в фильмах, так вот, кстати, он уже большой это друг Айкидо, он большой это друг господина Кириенко, да, он его всегда по случаю приглашает, а он когда участвовал в мероприятиях, как бы, золотой поиск, это вот проводит Российский союз на бывых искусств, и вот пару раз я видел, как его приглашали, как почетного поиска, потому что мы знаем, что господин Кириенко имеет прияты дан Айкидо, да, как бы у нас, и вот это, как бы там, я, ну, правда, он уже изменился, был, как бы, не такой, как в фильмах, да, уже, так сказать, немножко время дает о себе знать, но вот, тем не менее, так вот, вот Вы сказали, что энергия, да, вот и когда я работал с моими изделиями, я убежденно, значит, он понимал, что вот эти бандажи, они не только характеристики для реабилитации, но и для большего спортсмена убедить, когда ты говоришь, что, например, какое-то изделие, оно тебе помогает в реабилитации, оно тебе поможет после тренировки. Люди молодые, пока что-то не болит, психологически в чем-то убедить, это сложновато, да, потому что это возраст, эти гормоны, как бы, у них все кажется, что, как именно нужно делать так. И вот, когда, спустя несколько лет работы с нашим спортом, я разработал целую линейку изделий, да, то есть там 8 видов бандажей, и по своему желанию очень большому, я все-таки, я нашел на чемпионатку, где можно было бы вести клинические испытания этих медицинских изделий на спортсмена. То есть, как они влияют, не только такая реабилитация, а вот именно как они влияют на разогрев, это вот лучность тканей, ТРУ, лечение лучной силы. И вот я, как бы, стал сотрудничать с Российской Ассоциацией по спортивной медицине и реабилитации. Этот человек, который возглавляет эту организацию общественной, он является главным специалистом Минздрава Российской Федерации по спортивной медицине, это господин Кополяев. И вот там на базе, он также является и за кафедрой, ну там очень, такое очень длинное название, короче, в институте медицинском Пирогово, Министерство здравоохранения, и он выбирает кафедру по спортивной медицине. И вот там на базе этой кафедры были проведены исследования клинические, которые хотели ставить цели, да, то есть там были цели оценка термостивилизирующих эффектов и мышечной силы при применении вот таких вот пантажей Леонардо на этапах годичного цикла подготовки спортсмена и анализ персектов применения данных лечебных медицинских пантажей Леонардо в российском спорте. Значит, ну я скажу несколько слов, я зачитаю, что, значит, там исследовали, значит, было проведено изометрическое, изогеническое исследование мышцы, обеспечение там движения, ну мы упор сделали на коленный сустав для определения мышечной силы сгибателей и разгибателей по крутящему моменту с использованием аппаратно-программированного комплекса АПТ и замуж и талия. И вот была создана такая фокус групп по юридических спортсменов, это, то есть, пол, футбол, волейбол и лёгкая атлетика. То есть, такие самые тоже, как бы, у которых задействованы различные мышечные, как бы, в большей или меньшей степени мышцы. И они эти клинические испытания проводились, как бы, в этих клинических испытаниях возглавлял профессор этой кафедры реабилитации физической культуры и два врача по спортивной медицине, ФГБУ, ФРБА, то есть, федерального медико-биологического агентства за, так сказать, они, как бы, задвигались вперёд ещё в том году, при старом руководстве, ну, которое возглавляли ФРБА, уже, как бы, они были ознакомлены с этими изделиями медицинскими, а те люди, которые, ну, возглавляют эти партаменты, они им там понравились, потому что у кого-то что-то болело, как бы, реабилитация, в первую очередь. И здесь были приведены вот эти клинические испытания. Я просто зачитаю сейчас, я не буду этот отчёт там, с графиками, с методиками там, да, но итог был какой-то, само заключение, да. И стоял ещё вот такой вопрос, возможность дальнейшего использования медицинских ингредиентов Леонардо в российском спорте, а нет, как бы, заключение, что рекомендуем использование, значит, от этого инновационного решения, бандажи вечерные трубчатые Леонардо в российском спорте на этап конкретного цикла подготовки спортсменов для роста и дальнейшей пролонгации отгревающего эффекта разминки и увеличения мышечной силы. Вот теперь мы переходим к энергии, да. Ну, а мышечная сила, а что получилось? Отключились вот, что, что при всех испытаниях, которые были приведены, ну, средний этап был, т.е. этот спортсмен проводил разминку, допустим, на колене, ты будешь, да, и вот последнее было такое клиническое вот испытание после того, как была проведена разминка, снимался на колене и измерялась мышечная сила в коленном составе, там где был одет этот на колене, где он использовался, так вот увеличение мышечной силы показало не менее чем на 20 процентов. То есть они это назвали синдром, да, то есть они там очень много что написали, как бы вот интересного такого научного, но заключение было такое, что исходя из клинической апробации можно сделать взрыв в том числе. Но это реальность эффективности применения данных бандажей в ходе подготовительного и соревновательного опережения со спортсменом для увлечения выраженности и продолжительности разогревающего эффекта не только во этой разминке, но и на любом этапе тренировки, так как гиперклерния на стороне отношения лечебного наколенника не уменьшилась, а даже увеличилась через 20 минут после снятия этого наколенника Леонардо. Дальше происходило и увеличение мышечной силы не менее чем на 20 процентов после снятия наколенника, что говорит не только о термостепилизирующем эффекте этих наколенников Леонардо, но и свидетельствует о стимуляции террасических обменных процессов в мышечной ткани под воздействием ношения данных бандажей у Леонардо. то есть акцион здесь можно сказать, что спортсмен, чтобы получить лишнюю энергию извне, то есть используя данные бандажи в процессе разминки перед коем, он получает дополнительно, независимо от того, лучше он тренируется или хуже, но все равно на 20 процентов от его существующей мышечной силы идет прибавка. Я считаю, что их действует там очень неплохо и хорошо, даже очень хорошо, но самое главное здесь я думаю, что и тут можно определить, это мое, конечно, мнение личное, что при таких показателях, когда спортсмен психологически, он понимает, что происходит с его мышцами, что это увеличение мышечной силы. Возможно тренеру в первую очередь вставить какие-то определенные задачи, может быть, которые новые, как бы вставить задачи или брать в ассортимент боя. Потому что я думаю, что все как-то в зависимости от боя, они свою дают методику, как-то ввести здесь, как-бы, да? Но вот именно вот это увеличение мышечной силы, она, я думаю, может дать одну из таких методик, когда будут ставиться очень серьезные и, может быть, раньше не реализуемые задачи в начале боя. Потому что спортсмен уходит, у него там все кипит, у него все бурлит. Он имеет, так сказать, то преимущество перед самим собой, которое раньше он, как бы, не имеет. Вот эти вот, вот эта психология больница, она же очень важна. Вы же знаете, как быстро, что очень много всяких там и работ уже проведено, эти психологи, они бьются на те, чтобы в первую очередь усилить и убедить спортсмена психологически. И вот такой вот ход, который, как-бы, отдает использованием в разминочном, по процессе, перед соревнованием вот этих вот пандажей, он может однозначно спортсмена психологически укрепить. Потому что можно говорить все что угодно, так сказать, о чем угодно, но я всегда вот так говорю, когда вы знаете, что у вас с обоими пять патронов, а у противника один, вы себя чувствуете не дели. Все равно. Понимаете? Так и здесь здесь. Это убежит психологически бойца, и дает ему вот эти внутренние силы психологические, которые могут влиять на этот поединок. Ну и все, конечно, лечебные свойства данных пандажей, как-бы, они здесь очень многое объясняют, потому что это снятие и губирование боли, растяжение, там, каких-то еще вещей, потому что они, когда я получал это медицинское, как изделие, его сертифицировало, естественно, таких исследований не было, но теперь это очень многое вот объясняет, по строку, как-бы, тупирование болей, и повышение качества жизни при каком-либо заболевании, группы, которые и воздействуют на этот бандаж. Дву слова. Андрей, спасибо большое. Спасибо прям. Я думаю, на самом деле, это очень полезная вещь. Тем более, уже она получила, так сказать, научные подтверждения получает. А я хочу добавить от себя, что вот я уже говорил Рустему об этом, да, Рустем Шамильевич, который сегодня присутствует, да, у нас тоже, что в Израиле, где у меня есть школа тоже дзюдо, да, ко мне пришла одна мама, и... А вы мне, Андрей, дали образцы, да, с собой вот в Израиль, и она стала жаловаться на то, что у нее болят вот здесь суставы вот эти кистевые. Я ей говорю, что вот, пожалуйста, хотите попробуйте, а на что это такое? Я говорю, ну просто оденьте. Просто вот возьмите, оденьте, а завтра придете, когда ребенку приведете, вы скажете, что произошло. Она пришла на следующий день, и она говорит, что в них? Я говорю, а что такое? У меня ничего не болит. Вот пример Романа. И у меня, как бы, ну, хорошая знакомая, так можно сказать, да, потому что я поддерживаю ее, она очень много работает с детьми. Это Анна Боголи, двукратная олимпийская наша чемпионка по биатлону. Она ведет очень-то большую работу с детьми, там делает соревнования, все эти этапы. И я ее поддерживаю, как бы, даю, как бы, для, так сказать, подарков участникам вот изделия, да. И вот один из примеров, так сказать. Я ей тоже дал вот эти вот обочтники, как бы, в той числе, когда я их подарил, как бы. И она мне через дня три или четыре тоже вот там звонит, говорит, Андрей, извините, я вот там хотел, она сразу вот там звонит. Она говорит, у меня тут биатлонистов профессионально, вот эти кисти болят. А она их, она мне показывает, звонит и говорит, ну, я, говорит, три-четыре дня это поносил, у меня ничего не болит. И вы знаете, вот таких вот историй много, я даже, если честно, ну, мне это очень приятно, конечно, что я попробовал. Ну, я даже сам иногда это убедил, ну, я все не вижу, ну, как-то я, ну, вот такие вещи говорят, что он мне даже, ну, как-то вот кому-то рассказывает, я подумаю, ну, ну, не поверю. Ну, действительно так, вот этот вот эффект очень быстрый, эффективный, он позволит, я считаю, для спортсменов не только при реабилитации поработать, но и, ну, опять же, вот это лечение ну, 5-ти процентов, я понимаю, что это как-то извнеет. Вот эту вот энергию взяли и дали. Если ты не будешь использовать в разминке этот наколение перед боем, вот это не будет этот 50 процентов. Я понимаю, как-то есть тоже, как бы, эти вот такие моменты, но, понимаете, если вот дать психологический заряд повышенной уверенности спортсмену с этим, как бы, вот с этими бандажами и приучить его к этой стабильной психологической, как бы, ну, так сказать, вот состоянии, но я уверен, это ему не поможет, если вот ее стабилизирует и побеждает так же, может быть, даже и используете. Я уверен, что на больших соревнованиях все примерно одинаковые. Нет такого, что один прям, ну, такой прям гигий, а второй вышел, как будет у него учиться. Все примерно одинаковые классы, одинаковые уровни, силы. Здесь на это сила очень важна, но очень важно, я считаю, психологическое состояние бойца перед боем. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Очень было интересно. Я думаю, я получу от вас... Да. Это нашим друзьям, тренеру, где мы были, Александру, да? Я уконтректовал их, как бы, их, как бы, составку по сборной. Вот на последнем там мероприятии, на крайнем, который был, битва чемпионов, кажется, она там была в Лужниках, меня-то приглашали, значит... Мне, кстати, тоже вот там было, тоже интересно. Вот золотой пояс. Да, это золотой пояс от РСБИ, да, подарок там, да? И, как бы, всем адоминантам, ну, правда, не на шее, как бы, но потом им дают пакет для нартов, больше ничего. То есть это не от того, что им, как бы, это нечего, как-то, или мало спонсоров, там, да, достаточно организаций, вообще там, ну, фантастических. Но вот именно этот фонарик, они, как бы, утвердили и восприняли, что мы всегда дарим вот таким вот большим мероприятиям. И вот сборную ЦСКА, да, Мацюдо, Александру я полностью уконтректовал и видел нашего друга, да? Вот он говорил, что там тоже такие-то вещи, вот, фантастические, мы с ними должны связывать. То есть апробация на таких уже конкретных примерах идёт, идёт. И я очень многим, как бы, стараюсь поддержать и дать. И я думаю, что вот эти отзывы, они тоже очень пригодятся. Они даже не знали об этом заключении ещё, да? То есть я ещё особо никому не показывал, да? Я говорю, что там вот её сработа. Но вот уже то отношение к этим изделиям из этого заключения, оно всегда было очень высоким. А это, ну, просто обоснует, опять-таки, вещи, вот, по которым я говорю. Спасибо. 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 Очень. Спасибо. 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 Я готов поддерживать тех людей, которые работают с нашими детьми. И в силу своих возможностей я всегда никогда не говорю «я продам». Я всегда говорю «я дам». Потому что, как бы, человек, который отдаёт свою душу нашим детям, да? Это очень важно. Я вот… У меня все мои люди, с которыми я работаю, это вот как раз и дружои. Это те люди, которые работают с нашими детьми, и я стараюсь это в силу своих возможностей. Спасибо, Андрей. Мы переходим, пока больше никто не подключился, тогда я хотел бы, чтобы немножечко... У тебя там есть связь, да, Рустем? Я не вижу никого, но меня слышат. Тебя не слышат. Меня слышат. Не слышат? Ты слышишь, Андрей? Андрей, вы слышите Рустема? Конечно. Андрей, вы меня слышите? Да, слышу отлично. Окей. Я хочу представить... Поставь, поставь. Я хочу представить Рустем Шамирович Аликов, мастер спорта международного класса, главный тренер Академии Самбо Ильи Ципурского. Я хочу, чтобы он немножечко рассказал о тех мероприятиях, которые проводит Академия Самбо Ильи Ципурского и слова Рустему. Там, ну, у нас еще есть, да, ну, там, пять минут. Добрый день. Добрый день. Благодарю Романа Георгиевича за организацию такой конференции и за приглашение меня в ней поучаствовать. Вот хотел бы небольшой комментарий перед тем, как начать, а может быть и просто включить в свою речь, да, в свой доклад. В общем-то, благодарность вот предыдущему выступающему Андрею за то, что вот созданы такие изделия, которые не только, вот как Андрей одно из применений выделил, как участие спортсменов действующих, да, и как ваша знакомая, в общем-то, реабилитация спортсменов. Но еще вот подчеркнуть ту мысль, с которой я, как человек, имевший определенные спортивные достижения и, в общем-то, с большой помощью Романа Георгиевича, вернувшийся к спортивной жизни, именно как человек, передающий знания детям, столкнулся с такой проблемой, что активная передача знаний, в моем случае, она требует активного вовлеченности в тренировочный процесс и в том числе и меня. И так как, в общем-то, уже немолодой возраст, то все спортивные травмы, без которых, ну, скажем, спорт высших достижений, к сожалению, невозможен, они мешают и тому, чтобы, скажем так, качественно передавать знания. И вот если в процессе тренировочном используют вот ваши изделия, как вариант, да, то они...